Приятно, когда о твоем родном городе вспоминают зарубежные коллеги. Вчера в «Таймс» напечатана заметка о том, что в Одессе состоится международный турнир по быстрым шахматам «Пивден и Бэнг Чез Кап», куда следуются известные имена в большом шахматном мире. Они действительно приехали, международные гроссмейстеры и чемпионы, и уже сегодня, в день открытия турнира, сыграли свои первые партии. Несколько минут до открытия на сцене уже стоят столы и расставлены фигуры. Зал постепенно наполняется зрителями и гостями. Организаторы встречают приглашенных и участников турнира. Пресса пытается выловить в толпе гроссмейстеров для интервью до начала игры. Но уже звучат фанфары, и к микрофону с приветственным словом выходит президент Федерации шахмат Одесской области, организатор турнира, председатель правления банка «Пивдены» Вадим Мараховский. Практически ни одно шахматное событие в нашем городе не обходится без участия Вадима Викторовича и его банка. Может быть потому, что и сам президент, и его команда серьезно увлекаются этим видом спорта и делают все для того, чтобы возродить шахматные традиции в Одессе. Я играл в шахматы и играю. Люблю эту игру. Я думаю, что многие успехи банка «Пивденова» связаны с тем, что у нас много и шахматистов, КВНщиков, интеллигентных, умных людей, которые любят наш город и любят наш банк. Я вот здесь встретил группу незнакомых людей, которые сказали, что они специально приехали с Германии. Они шахматные туристы. Они ездят по миру на крупные интересные шахматные турниры и специально приехали вчетвером в Одессу посмотреть турнир ради того, чтобы и увидеть наш город. Они никогда не были. Открытие международного турнира по быстрым шахматам памяти Ефима Гиллера было отмечено еще одним весьма приятным событием – днем рождения одесского гроссмейстера Михаила Голубева. Я единственный участник, кто отбирался, то есть я выиграл чемпионат Одессы, чтобы здесь принять участие. Поэтому, ну, может сказать, что я сам себе сделал этот подарок. Что вы за этот турнир? Ну, я думаю, это очень интересный турнир. В целом будет большая борьба. Может быть, одесситы смогут, так сказать, составить какую-то конкуренцию. Вот они, большие шахматные имена в первом ряду. Международный гроссмейстер Валерий Бейм из Австрии, Борис Гельфанд из Израиля, Михаил Голубев из Одессы, Юрий Дроздовский, также одессит, Анатолий Карпов из России, Виктор Корчной из Швейцария, Руслан Пономарев, Украина, Павел Трегубов, Франция. Интригующий момент – жеребьевка. Международный гроссмейстер, многократный чемпион мира, Анатолий Карпов. Пожалуйста. Анатолий Карпов, номер седьмой. Международный гроссмейстер, многократный претендент на звание чемпиона мира, Виктор Львович Корчной. Пожалуйста. К сведению организаторов этого турнира, Через несколько лет я не смогу принять участие в турнире, поскольку мне трудно преодолеть эту лестницу. Соперники определены, и попытка побеседовать с участником сводится почти к нулю. Шахматисты готовятся сесть за доску. Поэтому общение с четырехкратным чемпионом Советского Союза Виктором Корчным наша съемочная группа может считать своим маленьким творческим достижением. Разумеется, больше всего нас интересует, как Виктор Львович оценивает предстоящую битву с Анатолием Карповым. Анатолий Евгеньевич, в отличие от меня, редко играет в шахматы в последнее время. Ну, я не знаю почему. Поэтому я думаю, что он будет бороться за 50-процентный результат. Встречи носили яркий политический характер. Поскольку Советский Союз распался, ну, политической остроты больше нет. Шахматы не производят особых ценностей, понимаете. И они не столь зрелищные, как, я не знаю, теннис, футбол и прочее. И у шахмат всегда проблемы найти людей, организации, которые помогут шахматам развиваться. А таких людей нашли пока в Одессе. Вы как мэтр можете назвать людей, которые действительно составят элиту будущих молодых, я имею в виду молодых гроссмейстеров, которые уже будут элитой шахматного мира? А вот Паш. Особенно приятно было слышать из уст мэтра, что шахматы в Украине на довольно высоком уровне, и большая заслуга в этом принадлежит именно Одессе. Несмотря на то, что Виктор Львович довольно скептически отозвался о своей будущей игре с Карповым, первую партию с Валерием Бемом он проиграл. Борис Гельфанд выиграл у Павла Трегубова, а одесситы Дроздовский и Голубев сыграли между собой в ничью. Наибольший интерес публики и самих игроков вызвал поединок гроссмейстера Руслана Пономарева и мэтра Анатолия Карпова. В конце концов, соперники согласились на ничью. Но это только первые результаты, и о чьей-либо победе говорить еще очень рано. Нам предстоит еще два дня захватывающих партий и больших шахматных ощущений.